Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. В Калуге по выслоянию Владыни Климента изложены многие георетические взгляды. В частности, Иеройя Михаил из храма Покрова Нарву говорит, что если поставить число 666 на правую руку или на лоб, но антихрист явно не придет и явно не скажет, что это моя сатанистская печать, берите, я сатанист, то это не будет печать, а будет просто числом 666, которое не имеет апокалиптического смысла и духовному здоровью не вредит. Вообще. При этом также утверждено, что если человек не принимает новый паспорт, не принимает ИНН и считает это грехом, в средстве чего не принимает всю эту документацию, то этот человек безусловно раскольник и никакого общения с ним быть не может. Тем самым его фактически выкидывают из Калуги и храма. Это кто-то подтверждает. Это утверждает Иерей Михаил из храма Покрова Нарву. В Калуге только. Кого он отлучил от храма? Иерей. Батюшка, нет, там есть второй батюшка, настоятель этого храма. Он отлучил раба Божию Эдуарда, который пришел заказывать записки со старым паспортом на 3 года от храма за то, что у него старый паспорт и он не собирается его менять. Когда увидели просто у Божию Эдуарда в руках этот старый паспорт, они сказали, а вы не наш, вы раскольник. Тот же подошел батюшка на стояке храма и сказал ему, на 3 года отлучают храма, если ты не покаешься и не возьмешь новый паспорт. Вот. Он, естественно, не согласился с этим отлучением. При этом же распространяется другое мнение через проректора Калужской духовной семинарии Архимандрита Никиту Ананьева, что якобы каноны можно нарушать, а догматы нельзя. И в вопросах святых соборов в семье надо поступать так. Каждого святого отца можно слушать отдельно. То есть в ходе спора, если в чем-то есть разногласие, можно прислушаться к любому мнению святого отца. Так же Архимандрит Никита учит поступать с вопросом об ИНН и паспорта. Вот был у нас Архимандрит Христианхин, он, допустим, на тот момент благословил брать. И Архимандрит Никита посчитал, что можно всех остальных старцев не слушать, а Архимандрит Христианхин послушаться и присоединиться к его мнению. Потому что его мнение удобно для нас. Потому что его мнение удобно и для них, и для нас, и для всех. Значит, как говорят, каноны можно нарушать? Это каноны по усмотрению. Так и вы, по усмотрению. Да, по усмотрению. Ну, вообще лихо. Вот сколько он лет? 17. 17 лет. Вот смотри, вы так вот грамотно все излагаете. Наверное, хорошо понимаете здесь проблему, которая стоит у нас. Вот на ваш взгляд, чисто духовный ответ. Есть ли благодать на тех, кто принимает номерки и паспорта? Какая-то, может быть, благодать. Она улетучилась ровно с того момента, когда эти люди сознательно стали говорить, ну, мы приняли, и ничего не произошло. Когда эти люди говорили, что, ой, как нам тяжело, может быть, отказаться, где бы нам найти батюш, который бы нам помог. Да, может быть, вопросы о благодати тогда стояли. Но когда эти люди сознательно сказали, что мы не видим в трех шестерках на паспорте три шестерки, мы не видим в числе 666 ничего, то тогда, безусловно, благодать их покинуло. Это, наверное, однозначно. Дмитрий, а вот на ваш взгляд, меняются люди после принятия этих новых документов? Я бы это назвал даже изменением не только души человеческой, но и тела. Я заметил по своим родственникам, что после принятия ИНН, они как бы оцифровываются сами. То есть структура тела человеческого меняется даже иногда. А вот разумом, как вот, есть вот изменение сознания? Безусловно. Вот человек, даже если он против католиков, или как-то там официально, ну, то есть держится в лоне церковного учения, все такое, только не дай Бог вас спросить по поводу паспорта ИНН. Начинается такая агрессия. Начинается разговор о том, что какие разницы, католики там или все. Копская церковь хорошая, Григория Ани хорошая, все хорошие. Только плохие те, которые приняли старые паспорта, и другим жить мешают. Не могут дать возможность нормально развиваться в Русской Православной Церкви. Для меня первая встреча с книгами Иоста Симеона была как шок, поскольку духовными вещами в храме вообще никто не занимался. Приходились просто на службы, там, помазаться, причаститься, и все. И оказалось, что все отлично, все спасены, исповедуются. Но духа-то не было как тогда, до ИНН во многих храмах, так и сейчас нет. То есть, скорее всего, внутреннее какое-то отторжение от Христа и отторжение от службы было уже и тогда. Просто ИНН она закрепилась, как-то подтвердилась, как запечаталась. И вот то же самое хочется сказать о паспортах. И разница между новыми паспортами и печатью Антихриста в том, что разница заключается в том, что после паспорта возможно покаяться, а после печати уже нет. А отречение от Христа такое же. Паспорт просто это временная бумага, которая сдверяет твое отречение от Христа. А печать Антихриста – это уже печать навечно. Вот, Дима, вот скажите, на ваш взгляд, а какая причина того, что мы, я говорю, мы, не просто они, а мы все слепы на эти номерки, паспорта, на все это глобализация? Почему мы так вот берем, не задумываясь, вот, и еще всем другим благословляем, и на ура все это преподносим? Вот, как вот ваше мнение? Почему? Те причины, что мы все слепы там. Ну, хотя сами, это же началось не позавчера и не вчера. Вспомните, допустим, пусть даже вот эти 90-е годы, начало, когда пришел Борис Николаевич Ельцин к власти и открыл храмы, но взамен провозгласил демократию, а совсем не самодержавную власть. Когда пошли тенденции провозглашать, допустим, Бориса Николаевича Ельцина православным правителем, как таковым, а Верховный Совет, который был расстрелян, Моссовет, это коммунистическая организация силами зла. Это пошло с того, как священники начали обогащаться, покупать себе Мерседесы. Это было в 95-м, 94-м году. Это было, не только сейчас началось. Это пошло с того, когда они взяли, не покаялись в том, что архиереи, в том, что они участвовали в работе на КГБ. Это пошло с того, что они не отказались от экуминизма как такового. И 94-м году митрополит Кирилл заявлял о том, что русская православная церковь нуждается в очищении. Ну, от канонов. И с ваучерями. И с ваучерями то же самое. По ним была распродана, как бы, раздана царская собственность. Это все было и тогда. И это подкатило к тому, что в 96-м году попросил церковь лице, патриарха нашего, Ельцина, дать им прибыль с нефти скважины. То есть отдать церкви часть какой-то от нефти прибыли. А где это известно? Откуда? Это было известно из газет. Это было, как бы, такое событие экономическое. Это известно было из газет. Патриарх официально просил... Да, патриарх официально просил Бориса Николаевича Ельцина предоставить ему, во-первых, оставить ему льготы, чтобы церкви не брали налоги. А во-вторых, поделиться, ну не поделиться, а предоставить какие-то доходы от сверхприбыли, нефтяной сверхприбыли для того, чтобы восстановить храмы и поддержать какое-то материальное благосостояние церкви на то время. Также, ну как, вот почему мы принимаем? У нас и у священников, и у мирян какое-то разделение идет, поскольку священство практически сейчас отдельно от мирян. Вот многие называют себя духовными чадами такого-то отца, или отец такое-то называет определенными своими духовными чадами. Но какая же духовная чада, когда, допустим, в храме мы встречаемся, исповедуемся, причащаемся, называем какие-то общие грехи. А за стенами храма, допустим, может быть, финансы никто друг с другом не делится, уже каких-то общих материальных вопросов не решает, не помогаем друг другу учиться, устроиться на работу, как-то не интересуемся вот этими вот вещами. То есть духовного единства практически нет. Даже в самой населениях, например, в Оптиной пустыне, никакого духовного единства или связи там нет. Есть какие-то экономические отношения, но того, чего положено, уже давно нет. То есть я считаю, что по тому мы приняли, что давно уже с определенного времени, с времен митрополита Сергия, внутренне пошли другой дорогой. То есть не исповедничество там, не ревности по Бозе, а уже конкретного постановления на второй план вопросов веры. То есть я верую, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь. Долг я свой выполняю, а дальше уже я делаю свои личные дела. Вот и все. А в чем, вот вы думаете, заключается подмена православия? Ну как, сначала духа подмена, даже может быть не столько учения, как вот люди же не знают, что каноны надо следовать прямо некоторых, что здесь хоть убивают, но надо делать именно так. А им говорят, ну зачем вы беспокоитесь, поднимайте панику. Им не прямо говорят, нарушай каноны. Им говорят, успокойтесь, не надо быть фанатичным. Вопрос об ННН не столь важен. Вот отец Андрей Кураев сказал, что священник, который не благословляет ННН старушкам, согрешили тяжко, потому что старушки эти умрут от голода и станут мученицами, а священники пойдут в ад. Вот такое учу, что он несет. И вот все это поддерживается. А человек простой, он думает, действительно, ему дают на психику просто-напросто. Ему не говорят, это неправильно, это неправильно, это неправильно. Ему говорят, разве можно так жестко к этому относиться? Разве можно быть столь фанатичным? Человеку не говорят прямо о том, что нарушай каноны или не принимай, давят на то, что именно его действия личностные неправильны. Вроде все общие действия должны быть правильны, то есть то, что он избирательный путь, а его личные действия неправильны. То есть он и вроде бы сам не антиглобалист, тот человек. То есть перед христианином ставится не выбор между Христом и миром, а наоборот выбор внутри какой-то мирской проблемы. Давайте помягче, зачем так сейчас? Да, 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 именно. И тот, кто не готов, он действительно думает, а почему бы не помягче? А, видимо, действительно может что-то не так. Потому что уже личностный вопрос ставится, не просто общественный взгляд, там, правильно это или неправильно, а это правильно, но ты это не исполняешь, и такой грешный, поэтому бери, и все равно ты не такой, как наружу. Вот как по поводу обращения Владики Демида ваше мнение? Я прочитал. И как вы оцениваете ту реакцию, которая вдруг возникла со стороны священачали, массы духовенства? Ну, во-первых, насчет вот этого обращения. Ну, это, я считаю, антидекларация митрополита Сергии. Антидекларация. То есть была когда-то декларация, которая все это разрешала, как-то, а это антидекларация, в которой настолько грамотно все прописано, что ни эмоций, ни каких-то посторонних элементов там нет. И этому даже нет места. Что иногда позволяет себе в других изданиях. А здесь настолько все взвешено, что мягче уже не бывает. По сравнению с тем, что надел патриарх и сенот за эти годы, это, я не знаю, воззвание ягненка к волку. Ну, зачем? Я тебе, брат, волк. Примерно так это выглядит. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Правильно, правильно. Поднял на плечи и в лесу волок. Правильно, правильно. Так и получается. И все канонично. Там же не просто говорится, что от лица церкви, от лица учения церкви, а прописано, какое правило, откуда берется это вот из святых отцов, какой том, какая страница даже. Настолько подробно, чтобы ни один архиерей не смог пинцетом выщипать это и что-нибудь ложное туда подбросить. Получается, вот это свечение, решение священного сенота 27 марта 2000 года, оно не просто там что-то благословило, оно определило, что никакие внешние символы и знаки при принятии их здоровью не вредят духовному и вообще бессознательного отречения от Христа. То есть, тем самым было провозглашено просто встречание антихриста на урах. Если они сказали, что никакие знаки и символы, то под этим подразумевается и самоотречать антихриста. Осознательное отречение от Христа может быть только тогда, когда у человека вообще есть сознание. А раз он принял это, какое у него может быть сознание? Он никогда себе не признается в том, что вот я иду паспортный стол отрекаться от Христа, смотрите на меня. Поэтому очень глупо было бы утверждать, как вот утверждали в Калужской парке, что если антихрист явно на площади не встанет на какую-то колонну и не крикнет во весь голос, что это я антихрист, это моя шатанинская печать, что если я шесть, вот я вам сейчас ее поставлю на лоб и правую руку, подумайте сами, брать к вам или не брать. Если он так не скажет, то это не печать. Я хотел в этом выступлении пару слов сказать о том, что сейчас открытое в форме обмана получается. Людей соблазняют, уберите все. Это не страшно, это ничего, это не все, не печать. Обман полностью. Всех благословляют, главное, архиерей, священники. Вот задаться вопросом, о каких благословениях вы благословляете? Если открыто мы известны в Откровении Богослова, Господь давно еще сказал, сколько, около двух тысяч лет уже, предупредил, кто возьмет начертание, имя его, число имени его, или поклонится зверю, которого сейчас они сами называются компьютер, то будет гореть в огне и сервовеки веков. Приговор Божий, заранее предупредил, кто возьмет, значит, вам учить вечную огонь без всякого. Для людей понятно или непонятно, или для архиереев, какие благословения не благословляют. Если Господь запретил благословения, не только взять, потому что это имя Антихриста, как христианин может брать это дело, которое против Христа идет, которое разрушителю всех благ, то, что Господь сотворил, вечность, вечные благи для человека, Антихрист, который ожидает, он разрушает все блага Господня. И священник архиерея, что он благословляет, что взять вот паспорта с именем Антихриста, не только паспорта, и остальные. Вот, можно сказать, вот это спросить бы им, это вопрос всем этим архиереям, каким благословением они благословляют, и знают ли они, или сознают ли они, вот это свое благословение, вот, которое людей соблазняют, и сами по их благословениям именно ведут Бога вечный. Тем паче, вот на наши, если вот это схимник особенно, к нему сколько людей идут, на разрешение этого вопроса, как поступить, брать или не брать. Вот этот схимник именно благословляет всех брать. Вот я говорю, что они настолько наблагословляли, что, наверное, ни одна армия уже Бога вечный пойдет от имени этого схимника, от имени нашего намечника. Вот по благословению, от знаменитой Обчинской пустыни идут в Бога вечный, по благословению не только. Слушайте. Предсказание царцев, что особенность городов больших, побегу ходить нужно ввиду того, что будет большое и сильное разрушение городов. Это одно. Вторая причина из городов уходить, то, что вот это настигает не только нового паспорта, карельские, вся электронная, электронная, которая охватывает все человечество, вот, ум и сердце, полностью руководить будет человеком вот эта электроника. Поэтому от этого именно рекомендуют, что уходить в пустынные места леса или отдаленные деревня, горы, чтобы удалиться вот именно от этих вот новых документов от имени антихриста от шестерки. Вот это причина Осмоногих, что будет в квартире. Ох, господи, ну, значит, батюшка, дорогой, я так вот думаю, что сейчас перед каждым из нас стоит выбор, выбор, как восприять эту систему, которая на нас накатилась по упущению Божия. Если ее нельзя приостановить на государственном уровне, даже на семейном уровне нельзя с ней бороться, потому что в каждой семье раскол по отношению, по взглядам, по восприятию, то лично каждый из нас не только имеет право, но и должен отказаться от этой системы. И раз она нас поглощает, раз она нас целиком опутывает, вот знаете, как в Патерике птичка ащи-коготком запуталась в сеть, вся погибла. То есть, все тело. Так вот и здесь мы так же, если за что-то зацепимся, за номерок или за банкоматную там карточку, за пластику какую-либо карту, вся душа наша гибнет. Поэтому, когда система на нас накатывает, и вот-вот стремится поглотить, что надо? Бежать от нее. Раз ее невозможно побороть, потому что это попущение может от нее надо бежать. Вот как писал преподобный Ефрем Сирин. Скрываться где? В горах, в пещерах, в пропастях земных, в ущельях. Вот так. Пока это в виде общин каких-то за чертой мегаполиса. А там, как Бог даст. Если Господь попустит, гонения, испытания, лагерную жизнь. Ну что ж, не мы первые, дай Господи, не мы последние, все вынесем с помощью Божией. Нам самое главное не предать Господа, не отступить от Него. А уж там Господь все подаст. На все его крепкая рука будет. На всех тех, кто небоязненно его исповедует, идет за Ним. Вслед за всеми новомучниками, за Госодарем Батюшкой, Господь всем даст подкрепление и силу Свою Божественную. И так мы будем спасать свои души в чине всех новомучеников российских и всех, в чех, кто в эти последние времена, в антихристовые времена, хочет угодить Богу и спасти свою душу. Ну, а отчаяния места, конечно, не должно быть. Вот, знаете, многие говорят, ну что ты делаешь? Ты понимаешь, что, к чему ты людей призываешь? Ведь ты только подумай, что стоит за твоими этими предложениями. Ты же людей толкаешь на голодную смерть. Вот, и вообще, раз ты затеял все это дело, раз ты проповедуешь такие идеи, то где-то гарантия того, что все это сбудется, что ты выдержишь все эти испытания, ты, может, в чем-то усомнишься и сразу погибнешь. Так вот, вы знаете, я вам так скажу. Господь, когда посылал апостола проповедовать по всей икумине римской, греко-римской, он не говорил, что будете жить в царских домах, что будете проповедовать, сидя на конях, что будете возносимо на щитах, окруженные воинами, телохранителями, что вам все дороги приставят, дворцы и площадя для проповедения. он говорил, что посылаю вас как агнцев посреди волков. И вот апостолы, несмотря на то, что им было дано вот это обещание быть заклонами за его имя, они шли с радостью на проповедь евангельскую, не думая о том, что когда-нибудь там Римская империя будет христианской, вот, что все цари, вельможи, все население постепенно обратится ко Христу, будет принимать святое крещение, у них задача стояла другая, спасти хотя бы одну душу. Они исполняли заповедь Божию, шли и проповедовали веру в Пресвятую Троицу, воплощенную Сыну Божию. Так вот, и для нас бегство от этой системы, то бишь, спасение души своей путем исповедничества или бегства, это есть исполнение заповедей, которое нам дано в Евангелии, указано в апокалипсисе. И этой заповедью мы не только спасаем свои души, но мы есть, что благовествуем Христа из века, век того же, который с нами был и есть и будет во веки веков. И когда люди, окружающие, будут видеть, что мы ради Христа это несем, и Христос нам помогает, мы в своей жизни опять будем продолжать то апостольское дело проповеди евангельской. и вся кто от Бога, кто от истины, он будет вразумляться, будет отказываться от этой системы, от этих намерков, и приходить к Богу, отвергая всю эту мерзию, приходить, ставить на что? На путь Голгофа. То есть, с чего начиналось христианство, с Голгофа, тем оно и будет заканчиваться для каждой из нас. Для каждой из нас. И слава тебе, Господи, если мы избираем вот этот счастливый, радостный, термистый и славный путь Креста Христова. Дай-то Бог, что всем нам пройти этим Крестом, не убоявшись козни, соблазнов этого мира, не убоявшись, значит, надругательств над всеми нами, потому что и Господь был заушаем и биен, и Господь был как леветом и поругаем. И это дело Христова воина любого, в любые времена, в любых обстоятельствах. И если такое совершается и поныне, то значит, мы что идем? Верным путем за Христом идем.